Веселиться можно ночи напролет. Ресторанам, кафе и барам в Свердловской области разрешили продолжить работать после 23 часов. Теперь до 3 февраля. Изменение в указ о ковидных ограничениях внес исполняющий обязанности губернатор Алексей Шмыков. Срок предыдущего документа истекал 27 января. Тем временем в регионе побит новый рекорд. За сутки в области коронавирус обнаружено 1896 человек. На помощь медикам в больнице и поликлинике вышли более 500 студентов. В течение практики ротация, чтобы и мы посмотрели как можно больше врачебной работы. Ну и соответственно помогли врачам, которые сидят и на приеме, и в кабинете вакцинации, и в кабинете неотложной помощи. Но помощь нужна не только врачам, нужна помощь в колл-центрах, в регистратуре. Поэтому мы все побываем в этих разных помещениях. Основная работа для студентов – обзвон пациентов с положительным ПЦР-тестом. Начинающие медики работают в две смены. Они помогают больным вызвать врача и следят за состоянием тех, кто находится на домашнем карантине. Также к концу января в учреждение Роспотребнадзора выйдут более 50 студентов медицинского вуза. Из-за роста заболеваемости COVID-19 нагрузка на врачей растет. Медики рекомендуют вовремя вакцинировать себя и детей. Прошло время уже обратить внимание на детей. Дети рано или поздно будут болеть. Дети рано или поздно вырастут и будут так же болеть, как взрослые. Вирус так же будет поражать детей. Оправдана все равно вакцинация. Это единственный способ, который может защитить данного ребенка. Сейчас, кстати, мою дочь. Продолжение следует...